Итак, небольшое отступление. В прошлом видеоуроке по созданию ящиков, которые можно двигать и в которых появляется инвентарь после того, как мы его разбиваем, я там рассказал то, что это типа баг какой-то, но на самом деле нет. Я потом, когда начал разбираться, вспоминать, и все-таки вспомнил, что эта такая фича используется в мультиплеерном режиме. Поэтому там так и запрограммировано, сделано. А когда вы создаете свою модификацию игры, то там как раз-таки этого момента не будет. Там просто вы разбили ящик, взяли инвентарь, патроны, оружие, неважно, и все. Потом оно больше появляться там не будет. Это только появляется в мультиплеерной версии. Вот такое вот небольшое отступление. Ну а теперь идем смотреть видеоурок. Всем привет! Сегодня я буду показывать, как создавать NPC, а также сделаем небольшой скрипт. Я создам Барни и заставлю его пройти из одного угла комнаты в другой угол комнаты и ударить по стене кулаком. Берем инструмент по созданию сущностей и вот в этом месте создадим. В этом списке нам нужно выбрать вкладку монстр. Здесь указаны все монстры, которые существуют в игре Half-Life. Здесь также есть десантники, хедкрабы, то есть все-все есть. Нам нужен, так, нам нужен, кстати, хедкраб. Вот он. Выбираем его и опускаем вниз. Вот так вот. Только сделаем мы его где-нибудь вот здесь, чтобы он нас пока не видел. Так, создаем также зомби. Так, зомби у нас в самом низу. Тоже опускаем его. Поставим, допустим, вот здесь. Так, у каждого NPC есть свои свойства. Вот они. Здесь разные атрибуты. Здесь также есть имя, выбор цвета, то есть настройка по текстуре, но это, в принципе, нам не надо. Этот параметр, по-моему, отвечает за поворота NPC. То есть в какую сторону он будет поворачиваться. Но, в принципе, он нам пока и не нужен. Здесь также есть анимационный скрипт, который можно указывать. Также есть этот параметр. Я полностью точно не знаю, не изучал, но тут вот понятно, 50% жизни, то есть у него останется. Но я так понимаю. Все полностью я не изучал. Вот здесь вот у флагов есть тоже, но я их тоже не знаю. Это самый первый способ по созданию наших NPC. Также можно создать NPC, у которого есть скрипт. Вот, как вы видите, я уже создал Barney. Нам нужно вперед создать самого Barney. Потом заходим в его свойства. Имя пишем. Я написал Barney1. Далее. И все. Нам здесь больше ничего не нужно. Только имя. Флаги тоже есть. Я тоже не знаю, что за что отвечает. После этого мы переходим в этот угол стенки. Как вы видите. Берем инструмент по созданию сущностей. Здесь, допустим, создаем наш скрипт. Он находится вот здесь. Вот скрипит. Скрипит секвенс. Вот он. И, как вы видите, у этой сущности есть стрелка, указывающая, в каком направлении будет игрок повернут. Когда он, допустим, подойдет к этому месту и будет повернут именно в сторону стенки. Чтобы его повернуть в другие стороны, нам нужно нажать на вот эту кнопку. Повернуть. Видите, у нас повернулось. То есть, это можно намного удобнее и легче поворачивать нашего игрока. То есть, заранее говорить ему, в какую сторону он будет повернут, когда подойдет к этой сущности. И все. Получается, я уже повернул его в ту сторону, которая мне нужна. Захожу в его свойства. Имя. Имя я написал ss. Триггер. Мы указываем самого Барни. Дальше. Move. Делаем волк. То есть, ходьба. И анимационный скрипт. Он называется вот так. То есть, этот скрипт отвечает за то, что он будет ударять по стенке. В моем случае он ударит один раз. Как найти все эти анимации Барни и других NPC? Нам нужно открыть вот эту программу Half-Life Model Viewer. Версия 1.36. Она у меня русская версия. Заходим в файл. Открыть модель. Выбираем в моделях папка Half-Life Valve Model. В этих моделях как раз вот все наши NPC. Ну, здесь не только NPC. Здесь много всякого. Нам нужно вот Барни. Нажимаем открыть. Вот он у нас открылся. Заходим во вкладку анимации. И ищем нашу анимацию. Здесь, кстати, вот все показаны, все анимации его шни. Вот она. Ну и все. Это название мы запоминаем. Либо записываем куда-нибудь себе на листок. После этого переходим в игру. То есть в движок. И сюда его прописываем. Вот, в принципе, все. Здесь тоже есть флаги. Я не знаю, за что они отвечают. Но это нам пока и не нужно. Далее. Чтобы этот скрипт полностью работал, нам нужно в дверном проеме создать вот такой вот браш с текстурой. И также нажимаем Ctrl-T и переходим в его свойства. Нам нужно будет в этих классах выбрать Trigger Ones. Здесь Target. Мы указываем SS. Это сам вот этот фиолетовый куб. Далее. Имя. Имя триггера. Его писать тоже нужно. Я написал T2. Это триггер второй. Можно любое написать. Все. Здесь больше нам ничего не нужно. Здесь есть флаги. Я тоже не знаю, за что они отвечают. Пока что. Так. Ну все. Считаю, у нас все готово. После того, как мы пройдем через этот триггер, Барни сразу начнет двигаться к этой стенке. И ударит кулаком. Один раз. Есть какой-то скрипт, то есть, либо флаг именно у него, который отвечает за то, что будет анимация циклично повторяться. То есть, как в игре. Барни постоянно бьет кулаком по двери. А в моем случае он будет по стенке бить. Ну все. Переходим в игру и смотрим, что у нас получилось. Итак, чтобы нам загрузить нашу карту, нажимаем тильду, либо русская кнопка буква нажимаем и пишем по-английски слово map пробел и название вашей карты. В моем случае это у меня lesson. Вот у нас загрузилось. Они меня не видят, но сейчас увидят. Так, они мне будут мешать, надо от них избавиться. Итак, проходим через триггер, который мы создавали. И вот анимация идет. То есть, скрипт. Вот, он ударил один раз и все. Теперь с ним можно взаимодействовать. И он будет за вами бегать. Правда, в дверных проемах он иногда подтупливает. Или в таких вот небольших коридорах. Ну, бывает. Это уже огрехи самого движка. На этом у меня все. Всем пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры подогнал «Симон»